Не уходя далеко от города, прямо в черте города, можно забуриться куда-нибудь в посадочку, либо такой небольшой парк, для того, чтобы пытаться остаться одного. Вот, и хотелось бы немного поговорить, поговорить о том, в спокойном месте, о том, что же такое Амазфит Бип, и с какой проблемой я столкнулся. Итак, Амазфит Бип, с которым никогда никаких проблем не возникало, который я носил на стальном браслете, вернее, на браслете из нержавеющей стали, вот, и который я не так давно сменил на обычный стандартный ремешок, как они утверждают, это гипераллергенный ремешок. В общем, что же у меня произошло? А произошла следующая штука. Я постоянно ходил, носил его на левой руке, в этом ремешке, и ничего не замечал. Но потом, когда я снял и перевесил на правую руку, вот, я увидел покраснение на левой руке. Причем, это, как бы, уже остаточное, то, что осталось, то есть покраснение есть, покраснение явно выражено, как аллергия, а было полностью на уровне ремешка. Сейчас я поищу свой старый ремешок в нержавейке и перейду на него. Но, суть дела не в этом. Если вы заявляете, что ваш продукт гипераллергенный, я никакими такими заболеваниями кожи не страдал, никогда такого не было. Вот, почему у меня началось это от вашего ремешка? Почему, когда я носил на нержавейке, такого не было? Значит, в этом силиконе что-то, какие-то примеси, какие-то добавки непонятные. Если у кого-то такое же случалось с кожей на руке под ремешком, стационарным его, то отпишитесь в комментариях, попробуем что-то решить и сойдут ли вот эти все вещи со временем, без шрамов и без ничего. Для того, чтобы заживить немного и убрать красноту, мне пришлось воспользоваться кремом Зодейфу. Уже третий или четвертый раз я намазал руку и это как бы не очень смешно. Вот, не очень смешно в плане того, что люди, у которых есть аллергия на кожу, они очень могут сильно пострадать из-за этого, из-за того, что нигде ничего не написано, что может вызывать там реакции такие. В общем, у кого была такая беда с Амазфит Бипом, подписывайтесь в комментариях, подписывайтесь на канал, будем что-то решать с этим. Всем пока!